Ключи от квартиры в Владивостоке вручили еще одной участнице программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ее обладателем стала студентка Владивостокского базового медицинского колледжа. Мы рады вас поздравить с обретением собственного дома. Ура! Какой красивый дом! Мы хотели вручить самому Александру, прокурору города, договор, мой символический ключ. Там понятно, что ключи уже свои есть, но тем не менее, это же радость. И скорее бы хотелось, чтобы в этом доме были счастье. Однокомнатная квартира расположена в доме на улице Шилкинской. В шаговой доступности на горный парк, детский сад, школа, детская и взрослая поликлиники. Такие условия были учтены не случайно. Жить в новой квартире Надежда будет не одна, а с маленькой дочкой. Также с новосельем 22-летнюю девушку поздравил прокурор Владивостока Иван Иванов. Предоставление этой квартиры стало возможным результатом совместной работы прокуратуры города и администрации города Владивостока. По результатам рассмотрения вашего обращения, поданного и взятого на контроль Генерального прокурора Российской Федерации и прокуратуры Приморского края. В результате своевременных мер, принятых в том числе администрацией города, удалось предоставить вам квартиру, удалось ее отремонтировать. Квартира находится фактически в центре города Владивостока. В самой квартире также есть все необходимое для жизни. Печь, сантехника, выполнен ремонт. По словам Надежды, переезд запланирован на самое ближайшее время. Напомню, с 2019 года квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляют муниципалитеты. За это время обладателями жилья в Владивостоке стали более 50 граждан, относящиеся к этой категории. Анна Дьякова, новости на восьмом. Продолжение следует... Продолжение следует...